22 мая ежегодно отмечается международный день биоразнообразия. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Празднику 20 лет. Он важен не только для ученых, но и для жителей планеты. Почему об этом и не только, в студии программа подробно нам расскажет руководитель секции экологии сочинского отделения русского географического общества, член экологического совета при главе города Юлия Набережная. Юлия, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что мы должны вообще понимать под термином биоразнообразие и насколько оно богато в Сочи? Биоразнообразие – это основа жизни на нашей планете. Именно благодаря всем тем живым организмам и растениям, и животным, и микроорганизмам сформировалась среда, благоприятная для жизни. И без биоразнообразия невозможно развиваться дальше человечеству. В целом биоразнообразие – это тонкая связь между миллиардами живых существ. От самых микроскопических на уровне генов, генетического разнообразия, до самых крупных млекопитающих нашей планеты и самых больших растений, гигантских деревьев. И все они связаны между собой множеством невидимых связей. От биоразнообразия зависит круговорот веществ и энергии в природе. Фактически нельзя сказать, что какой-либо из видов живых существ, растений или животных, или микроорганизмов не нужен на планете, потому что за миллиарды лет исторического существования все они образуют некий симбиоз, огромный живой организм. И каждая клеточка в нем важна. А как изменилось биоразнообразие за последнее время в Сочи? В Сочи уникальные климатические сочетания факторов. И у нас более двух тысяч видов растений средиземноморской и колхидской флоры. И из них более 200 уникальных эндемичных реликтовых видов, которые встречаются только здесь. За последние несколько десятков лет, конечно же, мы видим общую тенденцию. Она не только конкретна для города Сочи, но, к сожалению, она развивается в масштабах всей планеты. И каждую минуту мы теряем несколько видов в целом. Но для города Сочи, к счастью, это не так критично на сегодня, потому что большая часть нашей территории — это охраняемые федеральные природные территории, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Сочинский национальный парк, Сочинский заказник, региональные памятники природы. Благодаря режиму охраны, который предусмотрен для этих природных территорий, нам удается сохранять очень высокую степень биоразнообразия. Но, к сожалению, мы видим такую тенденцию, что главная угроза сохранению биологического разнообразия — это уничтожение мест обитания. То есть при освоении территории, при застройке очень важно разумно подходить к этому и не полностью всю территорию подвергать застройке, а оставлять коридоры для того, чтобы биоразнообразие могло сохраняться. И вот на примере города Сочи как раз мы можем очень успешно применить такую стратегию с новым генеральным планом, который сейчас будет разрабатываться в течение ближайших двух лет. А какие виды вызывают наибольшую тревогу? Очень большие опасения по растениям. Это связано с насекомыми вредителями, которые у нас появились и в первую очередь вызывают опасения состояния каштана. Каштан съедобный — это растение, которое является кормовой базой и связано пищевыми цепочками со многими другими видами, в том числе и животных, млекопитающих, потому что каштаном питаются и кабан, и медведь. И таким образом получается, что если сейчас каштановые леса исчезнут, то это повлияет по цепочке на целый ряд живых существ на нашей территории. То есть получается все достаточно тесно, взаимосвязано? Да, в том-то и суть этого термина биоразнообразия, что это связи между разными видами живых организмов, между растениями и животными. И мы даже не все еще из них изучили. Есть еще поле огромное для открытий, и поэтому особенно жаль, что многие виды мы не успеваем даже открыть и изучить, чем они могли бы быть полезны, изобрести какие-то новые лекарства для лечения каких-либо болезней или ввести в культуру какие-то полезные, дикорастущие виды растений. Потому что численность сокращается очень стремительно, и по международным оценкам сообщества научного уже более чем на треть сократилось разнообразие видов на нашей планете. А если не говорить о насекомых-вредителях, а, например, о изменении климата и о влиянии человека, то как человек и изменения климата влияют на биоразнообразие? Эти два процесса можно сравнить по масштабу, но если климатические изменения все-таки, часть из которых происходит при воздействии человека в планетарном масштабе, мы можем отмотать назад и скорректировать поведение человечества и добиться каких-то изменений положительных в динамике климата, то, к сожалению, с сокращением биоразнообразия это сделать невозможно. Те виды, которые утрачены, мы не сможем уже их возвратить, потому что просто нет генофонда. И эти два процесса идут параллельно. Безусловно, они связаны, потому что климатические изменения происходят достаточно стремительно, и живые организмы зачастую не успевают приспособиться к стремительно меняющимся условиям. И человек тут может сыграть очень большую роль. Вот есть стратегия международная, что к 2030 году 10% территории нашей планеты должны получить статус заповедный. То есть сейчас очень важно сформировать некий золотой фонд генетического разнообразия, биоразнообразия. Это та часть суши и морских экосистем, которые должны получить охранный статус, где не будет вестись хозяйственная какая-либо деятельность, но будет только лишь изучаться взаимосвязь вот эти вот цепочки, которые связывают все живое. И откуда в последующем мы сможем возрождать, возвращать эти виды в природу, хотя бы ключевые, те, которые вот в первую очередь, на которых базируются глобальные циклы круговорота вещества и энергии на нашей планете. А что каждый из нас может сделать, чтобы изменить ситуацию? Я думаю, что на самом деле сейчас с каждым днем эти вопросы интересуют все больше людей. И крайне важно в нашей повседневной жизни стараться сохранять то, что мы видим. Вот если мы идем на пикник в лес, на прогулку, не надо рвать дикие растения, красиво цветущие. Вот сейчас очень много цветет орхидеи наших сочинского причерноморья. Они очень недолговечные, они очень мало простоят у вас дома в вазочке. Но на самом деле, даже просто воздержавшись от того, чтобы принести домой букет цветов, мы уже внесем огромный вклад. Потому что кажется, что это такая малость, ну что там 10-20 цветков. Но на самом деле, если каждый человек или каждая семья сорвет по букетику, то мы увидим уже за последние 20 лет, как очень сильно сокращается численность дикорастущих краснокнижных растений, которые как раз таки весной красиво цветут и привлекают внимание как раз таки за счет того, что не только на продажу их собирают, но и просто люди, гуляя в лесу, хотят порадовать себя или своих близких. Ну радуйте, пожалуйста, друг друга фотографиями красивыми этих цветов и сознанием того, что вы внесли вклад для того, чтобы сохранились какие-то виды. Потому что цветы, например, связаны с насекомыми, которые их опыляют. То есть это некие цепочки, и уничтожив какой-то один вид или существенно сократив его численность, мы можем получить непредсказуемый результат в глобальном масштабе. Также очень важно в целом следовать экологичным правилам в повседневной жизни, потому что безмерное потребление, то, которое сверх того, что необходимо человеку, оно как раз таки приводит к тому, что уничтожаются места обитания видов. То есть для того, чтобы засеивать монокультурами какими-то одними видами пищевых растений, уничтожаются тропические леса, например, для производства плантации пальмового масла. То есть сводя потребление к минимуму, употребляя по сезону овощи, фрукты, те, которые росли в регионе, вот в Краснодарском крае или в окрестностях, как можно ближе к тому месту, где вы живете, это тоже очень большой вклад в сохранение биоразнообразия. Потому что для того, чтобы привезти в наши магазины экзотические фрукты, наносится колоссальный ущерб в итоге для биоразнообразия и в целом для экологии нашей планеты. То есть я не призываю ни в коем случае не пробовать ничего нового, но если хотя бы стараться покупать сезонные овощи и фрукты локальные, которые не проделывали большой путь для того, чтобы попасть на наш стол, это тоже будет хороший вклад. И также очень важно экономить питьевую воду. Для города Сочи пока это еще не проблема, но в целом мы даже можем пить воду из крана, чего лишены миллиарды людей на нашей планете. И это надо очень ценить. И стараться по возможности тоже экономить воду в быту. Вот эти совершенно простые правила, которые может каждый выполнять, но также очень хороший способ сокращать количество пластика в своей повседневной жизни. Стараться не пользоваться одноразовой посудой на пикниках или при приеме гостей на каких-то своих торжественных мероприятиях. Стараться брать с собой многоразовую тканевую сумку, когда идешь за покупками. Это кажется очень простым, но на самом деле, если применять будут эти правила очень много людей, то эффект будет колоссальным. Кстати, перед днем биоразнообразия отмечается еще один праздник – Международный день пчел. В чем его суть и кто может отмечать этот праздник? Я думаю, этот праздник может отмечать каждый человек, который любит мед, потому что мед и пчелопродукты на самом деле это одни из базовых стратегических продуктов уже на протяжении долгой истории человечества. Но в первую очередь, конечно, его отмечают профессиональные пчеловоды. И как раз таки в городе Сочи, в Красной Поляне, существует сообщество пчеловодов, которое, в общем-то, значимо в масштабах всей страны. А вот если говорить о пчелах не только как о меде, а вообще о их, скажем так, цепочке во всех природных циклах, какова их цель? И что может случиться, если, допустим, пчелы исчезнут? В целом на планете зафиксировано более 19 тысяч разновидностей пчел, и не все из них являются опылителями, и не все из них производят мед. Но пчелы крайне важны для экосистемы, потому что большинство видов растений пищевых, которые у нас находятся в культуре, и дикорастущих цветковых растений продолжают существовать, и воспроизводятся именно благодаря процессу опыления. Это касается не только пищевых растений, но и в целом большинства наших деревьев, кустарников и трав, которые обеспечивают нас кислородом. То есть роль пчел крайне важна на планете, и также, кроме опыления, происходит завязывание плодов, и это пища для очень многих видов. Также во всей пищевой цепочке. Поэтому очень большое опасение вызывает ситуация, которая происходит с пчелами. За последнее десятилетие зафиксировано такое явление, что пчелы покидают свои пчелосемьи и ведут себя нетипично. Причины для этого разные. Как электромагнитное излучение, которого очень много стало в повседневной жизни, наш мир пронизан просто невидимыми электромагнитными волнами, и пчелы очень сильно на них реагируют. Для них, в общем-то, это крайне мучительно, и вот вызывает такие последствия. Также враг номер один для пчел – это гербициды, пестициды, то есть все средства, которыми борются с сорняками, с вредителями монокультур в сельском хозяйстве, которыми производят обработку и опыление массово. То есть тут целый комплекс проблем, и очень важно внедрять разные виды земледелия, которые позволили бы к минимуму свести использование химических препаратов, и ведется большая исследовательская работа по этому вопросу, потому что эта проблема уже достигла планетарного масштаба, и, к сожалению, нас она тоже коснулась. Ну а если говорить все-таки о нашем регионе, какова ситуация с пчелами у нас в регионе, и какие вообще виды пчел существуют? Наша серо-кавказская пчела – это номер один, и также у нас карпатская пчела здесь, на территории Краснодарского края, и сейчас уже становится достаточно заметной проблемой то, что пчеловоды, в том числе на территории города Сочи, такие случаи зафиксированы в Красной Поляне, которая славится историческим производством меда, пчеловоды стали привозить сюда пчел другого вида, это европейские пчелы, и они привозят их, потому что они абсолютно не жалящие, то есть когда мы спрашивали, зачем вы даете такое преимущество этим видам пчел, они показывали, что эта пчела не агрессивна, но серая кавказская пчела, наша, она тоже не агрессивна. Нельзя сказать, что вот это преимущество, когда можно чуть ли не открытыми руками брать эти рамки, оно не должно стать аргументом для того, чтобы заводить сюда этих пчел, и я думаю, что этот вопрос мы будем поднимать и на экологическом совете при главе города, и научное сообщество очень обеспокоено, вот буквально вчера об этом мы разговаривали в Красной Поляне с коллегами, что надо что-то с этим делать, потому что пчелы будут скрещиваться, мы будем терять серую кавказскую пчелу, а для каждой территории наиболее оптимальный именно тот вид насекомых-опылителей, которые здесь уже не одну сотню лет, потому что они наиболее устойчивы к болезням, и в целом это генофонд, который очень важно сохранить. Наша серая кавказская пчела считается номер один вообще в целом по своим рабочим качествам и по устойчивости к болезням. Конечно, у пчел есть свои тоже заболевания специфические, но в целом у нас здоровый генофонд, который необходимо сохранить. Апитерапия, о которой сегодня много говорят, это реальное лечение или тут больше как бы самовнушение? Вот вы как ученый, что можете сказать? Я не специалист по апитерапии, но то, что я знаю об этом способе лечения, говорит его пользу однозначно, потому что это один из традиционных видов лечения, которые применяются уже не одну сотню лет человечеством, и он действительно дает большой положительный эффект, и у него практически нет каких-либо побочных эффектов негативных. Если правильно применять его и проводить до этого диагностику, потому что есть люди, у которых просто есть аллергия на пчелиные производные, поэтому я только могу рекомендовать его применять. Да, напомним, что апитерапия – это лечение продуктами пчеловодства. И в завершение, Юля, возвращаясь к теме биоразнообразия, сейчас, когда становится теплее, действительно все люди все больше выбираются на природу, в лес. Давайте какой-то слот правил озвучим, как нужно себя вести, чтобы не навредить природе и разным видам. В первую очередь, самое главное, минимизируйте свой экологический след в природе. То есть старайтесь не покупать такие услуги, как джиппинг, особенно по руслам рек. Очень умеренно рекомендовала бы я применять использование квадроциклов на природе. Если вы все-таки пользуетесь этими видами экстремального отдыха, то старайтесь придерживаться существующих тропиночно-дорожных сетей. Не надо въезжать в лес, стараться стремиться без тропы или проложить какие-то новые маршруты, потому что наша природа очень уязвима к таким механическим воздействиям, и она достаточно ценная для того, чтобы ее сохранять. И опять же хочу повторить, что по возможности старайтесь бережно относиться к тому, что вы видите. Уносите хорошие впечатления, положительные фотографии, красивые с собой. Но не надо стараться унести цветы или части дикорастущих растений, потому что именно это растение может оказаться ключевым или последним в цепочке биологического разнообразия. Юлия, большое спасибо. А я напомню, в нашей студии была руководитель секции экологии Сочинского отделения Русского географического общества Юлия Набережная. Юлия Набережная.